С одной фермы спросили, как у вас, сколько у вас там, волонтёр как долго? Говорит, ну один до сих пор не уехал, два года назад приехал. Они его выгнать не могут, да? Живёт, говорит, уже два года у нас. Работает на ферме, стал работником просто уже. Там и кормят, и похудеют. Все свои потребности мы закрыли. Да, 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 физический труд на открытом воздухе обогораживает. Я так понимаю, в планах у вас завоевать мир. Ну, как завоевать мир? Мир, он так открыт для всех. Зачем его завоевать? Нужно им пользоваться. Ты едешь там на год от как добровольца организации объединённых наций, куда-нибудь там, не знаю, на Фиджи заниматься социальными сетями организации ООН на Фиджи. Серьёзно? Серьёзно есть такая вакансия, да. Вот. У меня ребёнок всю жизнь в город вырос, он не знает, как картошка растёт. Я потерял много денег, потому что я три раза сдавал билеты, потому что я не могу отсюда уехать. Из Камчатки, например. Мы читаем новости, например, там загрызли медведей волонтёры. Мы такие, так, сразу наш? Нет, не наш, ну ладно. Всем привет, меня зовут Сергей Басов, и это подкаст «Что-то новое». У меня сегодня гость, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Илья Попов, я из Казани. Вообще я занимаюсь тем, что помогаю людям примерить на себе чужую жизнь без каких-либо последствий и при этом делать добрые, хорошие поступки. Вы сейчас приехали, как это правильно называется, мастер-класс. Да, мастер-класс. Я не смог попасть, блин, к сожалению, в двух словах. О чём? Тут меня просили выступить с мастер-классом. Прежде всего, я рассказывал, как бы вообще от своей профессиональной деятельности, о международном выездном волонтёрстве. Ну, кроме всего прочего, дал определённый мастер-класс по проектной деятельности в социальных сфере. То есть, это по работе социальными проектами, то есть, некоммерческими и такими хорошими, добрыми. Вот проект по поводу, как мне Екатерина объясняла, это поездки за границу. Да, я могу сейчас чуть подробнее рассказать. Мне очень интересно. Ну, можно тоже опять начать с истории. Я сам историк, и у меня вот с историческим образованием связаны мои археологические экспедиции. Это мне захватило. Мне понравилось работать бесплатно летом, да, за то, чтобы кормили, работаем за еду. И в таком формате, как бы проводить свой отпуск уже, даже когда я работал, тогда мне очень нравилось, я ездил в экспедиции, и мы решили, что с друзьями, с товарищами, что это очень интересное времяпрепровождение. Искали различные проекты, подумали, что не только нам, наверное, это интересно, эти проекты, где вот можно куда-то поехать, что-то в экспедицию, там что-то сделать. Вот, еще что-то я кормят за это. Вот. Да, это важно, это важно. Много, да, и где мы думали, вот. И, ну, у нас даже такой слоган есть, работаем за еду. Я знаю. Вот. И, соответственно, мы начали выкладывать такие проекты социальные сети. Думаю, ну, сами не можем все поехать, может, кому-то будет интересно, друзьям и так далее. И так вот закрутилось то, что люди начали вконтакте подписываться, там, на сообщество, там, их там, там, стало две тысячи, десять тысяч, двадцать тысяч, восемьдесят тысяч. Мы такие, ом, мы получили определенную такую ответственность за то, что мы создали, потому что люди начали нас спрашивать, если там возникали какие-то проблемы к нам, претензии предъявлять. А, даже, да? Ну, конечно, типа, вы же рассказали, а там все плохо, а вы берете. Вот. И из этого как раз родилась идея создать какой-то определенный проект, такой сайт, на котором бы все эти проекты можно было, куда можно поехать, посмотреть, найти. И, соответственно, мы создали сайт goodsurfing.org, вот, он сейчас доступен по адресу, как бы, goodsurfing.org, ну, можно, в принципе, goodsurfing.ru найти. И там организаторы, которые хотят, готово принять к себе добровольцев, там, какие-то, или создадут какую-то экспедицию, там, или это национальный парк, или заповедник, или ферма, и так далее, они выкладывают о том, что вот можно к нам поехать, мы принимаем вас, вот такие-то наши условия. А, соответственно, те, кто хочет поехать, они заходят на сайт, смотрят на карте, там, или с помощью списка, с помощью критериев, по фильтру выбирают. Ну, тогда же можно. Да, да, можно выбрать в зависимости от того, как, там, вы хотите, там, с детьми, национальный парк или заповедник, там, на ферму, в археологическую экспедицию. И выбирают проект, подают заявку, список, с организатором напрямую, и отправляются, и все, оставляют отзывы, да, то есть и те, кто поехал, оставляют отзывы, и про те, кто приехал, оставляют отзывы тоже. Да, есть всегда обратная связь. Это нормально, это нормально. Это за границу, я правильно понимаю? Сейчас, больше, чаще, конечно, по России, там, по дыме, но у нас 101 страна, в принципе, представлена на сайте проекта за эти 101 стран. Поэтому сейчас в условиях таких самоизоляции в некоторых государствах и так далее есть затруднения, но, опять же, кто желает, тот найдет, как бы, возможности. Так и Россия тоже? Россия, больше, сейчас, частью проекта по России, то есть у нас это прямо от Калининграда до Камчатки, ну, до Командорских островов они дальше, чем Камчатка, и поэтому можем говорить, что дальше. То есть сегодня я для себя, то есть можно зайти на сайт семьей, либо Т1, это от скольки, от 18 лет? Да, вы можете прямо сейчас зайти на сайт, на goodsurfing.org. По возрастным ограничениям, в принципе, мы сами никаких ограничений не ставим, это сам выбирает организатор, который готов принять. На та сторона. Да, то есть, который готов принять. Чаще всего, да, это от 18 лет, потому что в нашем законодательстве тяжело с несовершеннолетними, да, то есть как бы есть определенные нюансы, которые создают сложности при организации проекта, поэтому в большинстве случаев это от 18 лет. Но бывают проекты, которые младше берут, например, там, Пушкинская археологическая экспедиция в Крыму, пожалуйста, наберет там с 14 лет, готовы они делать такую штуку, не знаю, как в этом году мы делали в предыдущем. Да, очень круто, ну, то есть я даже не подозрел, что такое существует, на самом деле. Ну, для этого мы здесь и встретились с вами, чтобы рассказать. Я хочу всем рассказать, что, ну, то есть на самом деле любой там студент или даже взрослый человек, я так понимаю, любой может зайти, выбрать себе, я не знаю, там, как работа, да, то есть ты там можешь куда-нибудь там, на винограднике куда-то, что-то еще или куда попасть. Да, да, есть, что вам в душе лежит. Мне нравится археология, я вот по археологии. Раскопать что-то можно, да? Да, да, можно даже в хантоматическом автографе есть экспедиция археологическая, которая набирает полдюрса всей России, то есть они едут туда вот под Коговым, вот Копать, как бы, вот, размещено у нас на сайте, они об этом узнают через наш сайт и вот едут к вам в МАО с большим удовольствием, вот, и рассказываешь, как это было прекрасно, ты можешь тебя найти за сайт, и там, посмотрите, отзывы даже есть. Да? Да, то есть это, понятно, что не все жалуются на Комаров, но... А, да, да, но есть такая тема. Все люди все равно прекрасно чувствуют себя, вот, как бы, в измененной ситуации. Вообще-то, почему я начал свою речь с позиции, что примерить на себя чужую жизнь. Да, да. Вот, люди, на самом деле, в России, это интересно, это даже не студенты там больше всего катаются так, а вот уже люди, там, 30 лет, там, такого, там, потому что у нас, как принято, да, то есть закончил школу, должен бежать в университет сразу поступать. Да, да, да. Закончил университет, иди сразу работай, там, и, там, а если ты женщина, то еще и рожай сразу, да, то есть... Между... Успей, вот, и, соответственно, как бы, такое социальное давление сверху, то есть, ну, а мужчины тоже, так, заводи семью, чего безделенчишь, бобыль, вот, вот, и люди не успевают как-то прочувствовать как-то приключения, жизнь, и вот в таком возрасте, когда, там, 30 лет, там, 30 лет, уже и дети вроде постарше, или, там, как бы, уже работают вроде все нормально, люди начинают, как бы, пробовать, а почему бы на лето не попробовать себе какую-то другую жизнь? Вот я, может быть, всегда мечтал, там, работать с лошадями, да, и вот отправляются на ферму лошадину, или, там, специальный питомник, где воспитывают, точнее, так сказать, рекультивируют лошади Пржевальского обратно, там, под Оренбургом, вот. Так круто! Ну, вообще-то, так гениально! То есть, пожалуйста, как бы, и вот, и это все на короткий срок, вы, там, договариваетесь, конечно, вы, там, на две недели, на месяц, там, едете, хотя у нас был рекорд, когда, вот, мы с одной фермы спросили, как у вас, сколько у вас, там, волонтер, как долго? Говорит, ну, один до сих пор не уехал, два года назад приехал. А не увы, не могу, да? Живет, говорит, уже два года у нас. Ну, а всем все довольны, если он в удовольствии кормит, как бы... Ну, он дошел с себя таким образом, он работает на ферме, стал работником просто уже. Вот, он понял, что город не его, и вот, у нас есть история, когда люди приезжают помощником в заповедник, там, и остаются там, как бы, становятся там егерями, устраиваются работать, потому что они говорят, ну, мне нравится, зачем мне этот город здесь, я тут, я здесь хозяин на 30 гектарах, вот. Он счастливый, вы даете людям счастье. Вот мы про это же, да, очень правильно уловили. Ну, наша главная задача, это дать людям возможность рассказать о том, что такое вообще возможно, и вот вы, спасибо, нам тоже в этом помогаете как раз. Ну, мне саму любопытно. Вот, поэтому мы занимаемся активно, еще рассказываем про все это дело, то есть мы там журнал выпускаем о путешествиях со смыслом, такой онлайн, там, GoodSurfer, делаем подкасты, там, видеоролики, как-то пытаемся это, с различными формами контента распространять эту информацию. Самое главное, что сами путешественники об этом рассказывают, они, чтобы они в своем путешествии, в своем опте. Это лучшая реклама. Да, чтобы другие поняли, что это все нормально, реально, как бы, ничего страшного, в принципе, в этом нет. Многие так делают во всем мире. А сами? Вы ездите? Да, я стараюсь, ну, не всегда это получается, но я вот сейчас, надеюсь, в этом году опять получится покопать, съездить. Ну, моя вот тема, да? Нравится, да? Да, у меня это вроде как бы с надеждой то, что вы и похудеете физически, да? Там и кормят, и похудеют. Все свои потребности мы закрываем. Да, 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 физический труд на открытом воздухе обогораживает. Ну, под Новым Воронежем это вот есть такой вот костенки археологической экспедиции, ты, может, слышал, там раскопают мамонтов, там неолит, там прикольно, там дон течет прямо рядом, этот, покопал, пошел, скупался, вечером шашлычки и все это. Вот, а вдруг еще и каких-то неандертальцев найдешь, как бы, в раскопе. Вот, интересно, вот меня это привлекает. Надеюсь, что в этом году получится на День археолога-то у вас ездить на недельку, там, может быть, максимум на две покопать, все-таки время, график такой. Плотный. Плотный, да, поэтому, ну, сам старайся. Мне просто, не потому, что это ради кого-то, я получаю от этого удовольствие. Мы всегда говорим, что люди, это ездят не потому, что какие-то такие дурачки, там, так далее. Ну, это все, это путешествие такое, люди получают от удовольствия, получают опыт, получают отдых. И это польза для тех, кому они приезжают. То есть здесь вообще чистый вин-вин ситуации. Это, я так понимаю, как есть, насколько я помню, как это эко-туризм, эко-туризм. В том числе... За границей, я бы, знаю, что развито. И я понимаю, это то же самое здесь. Близко к этому, да. То есть ты на ту же ферму, на какую-то работу, едешь, помогаешь и... Да, можно назвать это эко-туризмом, если вот в экологической истории, да. Потому что там у нас некоторые помогают в детских домах, там, или там какие-то... Ну, не детских домах, даже не в коммерческих организациях есть проекты. Есть проекты, связанные, например, недавно там фестиваль парапланиризма в Башкирии. Набирают волонтеров-фотографов. То есть они обещают, мы вас будем кормить, поить, вы снимаете фотографии, а мы вас еще научим кататься на параплане. Блин, идеально. Вот, то есть человек, который вроде бы неплохой фотограф, и все выигрыши, да. То есть он научился летать на параплане, может быть, его было детским... Контент себе набрал. Контент себе набрал и им помог. Им контент для фестиваля, там, фотографий, видео про мероприятия. Блин, это здорово. То есть это все, ну, совершенно разные направления. За рубежом это тоже активно, как бы, существует. В России, понятно, это развивается, потому что действительно не все уверены. Ну, я искренне был удивлен, что вообще такое существует, и почему я не знал об этом? Почему это не... Это должно из каждого утюга, мне кажется, звенеть. Ну, нет, как бы, слава богу, что вот мы все это уже делаем. Видите, уже Нижневартовский. Уже здесь, уже все. Вот, мы уже здесь, Нижневартовский, тоже об этом рассказываем. Это уже замечательно, что получается так сделать. А так, у нас есть уже активное сообщество людей, то есть это где-то, ну, около 100 тысяч, наверное, по социальным сетям. Это много людей. Вот, на сайте зарегистрировано где-то 33 тысячи, там, с чем-то там. Можно в режиме реального времени смотреть, там, зайти на сайт, там, о проекте, там, цифры показывают, как вот сейчас реально есть. Да, счетчики, те, кто зарегистрировался, количество проекта, там, 827 сейчас, да, вот, два зарегистрировались, вот, буквально сегодня только что... То есть выбор огромен. Да, зарегистрировался, там, вулканы Камчатки, вот такой вот. Вулкан Камчатки, это природный парк на Камчатке, соответственно, они говорят, нам нужно, там, на толбачек, там, нужны волонтеры. То есть толбачек, это такой довольно высокий вулкан, там, тысячи три, наверное, метра с чем-то. То есть можно поехать месяц там провести? Да, да, там, ну, хоть два. Хоть два года, да? Ну, два года, там, вряд ли зимой там будете, там, есть разные, про это, где зимой есть сезонные, есть там, как бы, вот Камчатка, например, на сезонное, на лето, потому что зимой там снегает, там, заметает все. Ну, планы на будущее какие? В развитии, во всем. Ну, мы стараемся как раз, во-первых, ну, что больше людей об этом узнало, и сейчас у нас план на будущее, мы хотим выпустить новую версию нашего сервиса, так усовершенствовать ее, как раз тоже изыскиваемое это средство, и, там, может быть, мобильное приложение уже получится в этом году тоже запустить, чтобы было проще, что сразу... Ну, да, это... Прежде всего, чтобы люди могли делиться контентом из путешествия, то есть, они приехали на проект, сразу фоточку сделали в телефоне, выложили, и это сразу к проекту добавилось фотографии от реального человека, как подтверждение, что вот этот проект настоящий, да, то есть, ну, как бы, вот эта фотография организации, а вот фотографии людей, которые там приехали. И вот они вместе, да? Да, да, ну, это подтверждение, потому что самое главное, над чем мы работаем на наш проект, то, чтобы информация была доступная и правдивая, то есть, она была релевантная, то, что они бы точно знали, что их там ожидает, поэтому у нас там система отзывов, и у нас показывается, кто уже отправился, то есть, вот, можно зайти на проект, посмотреть, кто уже туда ездил, написать этим людям, спросить, ну, как там вообще было. А, есть связи, да? Есть связь, то есть, это как-то социальная сеть такая определенная. То есть, у нас сейчас 11 тысяч человек уже ездило, получается, ну, за два с лишним года, которые сайт существует. Это огромное количество людей. Вот. Ну, молодцы. Ну, где-то по 4 тысячи в год примерно, ну, в прошлом году поменьше. Ну, есть нюансы. Вот. Вот, и в этом году, надеюсь, то, что сейчас мы видим прям, как проекты появляются, что их остается больше. Что нравится, то, что вот идет сарафанное радио, не только среди путешественников, которые путешествуют, рассказывают другим, типа, а среди организаторов проектов. То есть, например, там, вот Алтай, там, один фермер пригласил волонтеров, там, остальные так услышали, тоже как бы позвали, там, между собой общаются. И так мы смотрим, как кустом начинаются проекты. Вот вокруг. Да-да-да-да-да-да, разрастаются. И они должны связываться, общаться. То есть, мы как бы всему этому учим, что давайте вы сначала поговорите с организатором. Может, вам человек не понравится. Ну, да, это может быть. Вот, и поэтому напрямую связываем, чтобы вот напрямую была связь. И, ну, вот это кусты распространяются. Вот Кмау я уже рассказал про один археологический проект. Я вот так думаю, вот, может быть, после сегодняшней встречи там с некоммерческими организациями там и активистами получится больше будет предложений, чтобы пригласить к себе. Опять же, у нас есть такая история, как клуб «Путешествие со смыслом». Это такой формат оффлайн-мероприятий, так скажем, который мы сейчас развиваем. Ну, мы начали развивать как раз в марте прошлого года, прямо перед пандемией. Мы сейчас что-то сделаем. Мы сейчас будем делать оффлайн-мероприятие. Да, вот. Но не получилось. Ну, нет, у нас клубы как бы уже открылись. Что такое? Это такое неформальное место для общения людей. Такое сообщество людей, которые либо уже отправились, ездили на такие урода путешествия и готовы поделиться своим опытом, либо только собираются, хотят узнать что-то про... Да, чтобы внутри своего города. Потому что история такая сезонная, часто бывает, да? Люди ездят там летом часто вот. Как-то у нас рассказывают, например, из Муромска. Мы приехали к себе в город. Это вроде как бы так клёво было. Сколько людьми общался. Там хорошими, разными, которые разделяли мои идеалы. Им нравилось то же самое, что я делаю. А сейчас как-то одиноко чувствуешь, потому что где вот эти люди все, да? То есть неужели никого там в моём городе там так не хочется делать? Они этому не способны, не готовы. И зато вот есть возможность, вот как бы клуб путешествия со смыслом для того, что... А вот клуб там, наверное, есть единомышленники. То есть это способ найти единомышленников. Вот мы сейчас пообщались там с ребятами-волонтёрами, которые уже в курсе такой культсёрфинг. Они знали, вот пришли на встречу вот здесь Нижневартовска. И мы договорились, давайте сделаем клуб Нижневартовский, чтобы люди в Нижневартовске знали, что такое-то возможно. Вы как бы... Мы будем предоставлять материалы там, так далее. Различные рекомендации. Уже даже здесь не зря заехали. Ну, стараемся. Блин, круто. Вот. Ну, такой вот есть формат. Поэтому вот спасибо, что позвали Нижневартовск. Чтобы здесь это тоже бурно росло и цвело во всё это. Чтобы было больше людей возможностей, различных клубов по интересам, и только за это. Вот. Больше разных вариантов. И люди объединялись и общались друг с другом, потому что это друг друга поддерживает. Когда ты видишь такого же человека, который тоже интересный, это поддержка хорошая. У вас это основная поле деятельности? Нет, не основная. Так, это моя некоммерческая деятельность. Да, у нас есть некоммерческая организация. Мы там существуем, либо награнты получаем, да, либо вот мы делаем государственный контракт или другие контракты для, например, русского графического общества. И вот я тоже всем это прямо говорю, что мы планируем, что и монетизацию вводить, да, у нас мы, чтобы будем брать какие-то взносы, по желанию, так скажем, да, для организаций, для волонтёров за пользование сервисом. Ну, это интересно как это. В дальнейшем планируем. Ну, мы не очень много тратим, как бы этому учимся. Ну, потому что это, типа, онлайн, да, и там... Онлайн-история, да, и... Программисты. У нас очень много хороших помощников-добровольцев, которые помогают, например, перевести там сайт на испанский язык, ну, сейчас есть испанская версия, то есть это вот с помощью добровольцев у нас помогают. То есть это даже за границей в Россию могут приехать? Да, но мы... Ну, то есть это получается... У нас 10% пользователей иностранцев, ну, особенно было до пандемии, то есть, например, там, условно, ехали из Южной Америки в Европу проекты, потому что у нас были сто одна страна, и поэтому можно найти... Мы как международная история. Ну, в общем, волонтёры нам помогают, да, там, понятно, что самая затратная история – это как раз разработчики, программисты. И вот для того, что... Это очень дорого. Да, я и говорю. Это прям больно. Как? Как? Вот, для этого мы как раз, чтобы... А, у нас она сейчас работает, да, там были средства, но хочется ещё много больше функционала настраивать, там, выпускать новую версию мы планируем в этом году. Это тоже приложение. Вот, да, и... Ну, приложение у нас есть волонтёры, которые это сделают, в принципе, ну... Уже нашли? В принципе, да, есть контора, которая готова нам это сделать, но там нужно просто кое-что изменить в самом сайте. Вот для этого мы сейчас будем вводить некоторые такие платные аккаунты для того, чтобы найти средства, чтобы развиваться, идти дальше. Ну, это необходимо, это нормальная история. Да. Потому что сообщество уже наработалось. Ну, и мы в этом году, к концу этого года планируем всё больше теперь за границу тоже выходить, всё, там, в Ближний Восток, там, в Восточную Европу, там, те же самые Латинская Америка. Не зря мы на всё на испанский переводили, вот, и чтобы им было удобно, комфортно пользоваться. Я понимаю, а в планах у вас завоевать мир? Ну, как завоевать мир? Мир, он так открыт для всех. Зачем его завоевывать? Нужно им пользоваться. Да. Дать возможность сам. Дать возможность это делать остальным. То есть, я сам люблю путешествовать, наши товарищи все из организации любят путешествовать. Это такой... Ну, это глобально, так, ну, здорово. Ну, а зачем себя ограничивать, да? Поэтому стараемся. Вот, а так, если вопрос основной деятельности, да, то я в университете работаю, в Казанском, то есть, вместе с маркетинговым агентством небольшое. Чем занимается? Как называется? Ну, а диджитал агентство, просто стандартная история, мы продвигаем, да, контекст, СММ, все истории. А что так кончено? Сел, все это, как всегда. Ну, вот, это, ну, Ярар называется, это, в принципе, по-татарски хорошо. Ну, вот, ну, казанские ребята, да, то есть, Ярар.ру, ну, это, как бы, это основная деятельность, которая... Это агентство позволяет нам очень хорошо работать и в тоже некоммерческий проект, да, то есть, ну, правда, немножко сапожники без сапог у нас. Обычно, да? Ну, вот, да, это же, это же, это же, это же некоммерческий проект. Все силы, а деньги, а тут как-нибудь так. Да, 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 но стараемся, то есть, как бы, это нам тоже помогает, и, ну, самое главное, помогает добровольцы, помощники, которые готовы помогать этому проекту, то есть, многие причастны к этому, что, вот, я делаю, я, там, команде Гудсерфинг, и мы стараемся эту команду тоже поддерживать. То есть, там, и, понятно, что мерч и остальное, но и мы эту команду стараемся помогать им, чтобы они поехали на какие-то интересные проекты, рекомендуемых, там, типа, вот, взять вот эти вот наши ребята, они клёвые, возьмите их, вот, там, где есть конкурсы. А конкурс бывает прям большой, то есть, вот, когда мы в 2019 году с русским географическим обществом делали проекты, да, вот, в национальных парках-заповедниках, у нас конкурс самый большой был, это был на Камчатку, в Кранотский заповедник, было 600 человек на место. Вот там всё оплачивалось, вот. В смысле, дорога сейчас, да, 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 поэтому... По поводу такой, стандартного вопроса, на какой счёт люди едут, ну, как бы, чаще за свой счёт, потому что... Ну, я и так примерно понял, что ты билеты взял до места доехал, тебя там разместили, кормят... Встретили там, да, 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 и, то есть, ты уже, как бы, на ихнему обеспечении работаешь. Чаще всего так, да, но вот, изредка, бывает, государственный проект или проект из большой организации, типа, русский географическое общество, где оплачивается проезд. Ну, такое вот, вот, в 19-м году это было, в 20-м тоже, вот, из-за пандемии отменилось, в 21-м сейчас тоже есть некоторые варианты, вот, а в 22-м, я думаю, всё будет проще, все-таки, с пандемией есть много ограничений, поэтому... Есть такие проекты, где даже во всё оплачивать, есть проекты, например, там, волонтёрство в ООН, ты едешь там на год от, как доброволец организации объединённых наций, куда-нибудь, там, не знаю, на Фиджи заниматься социальными сетями организации ООН на Фиджи... Серьёзно? Серьёзно есть такая вакансия, да. Вот. Блин, да. Вам всё оплачивается, проезд, проживание, страховка, даже выплачиваются деньги на карманные расходы, но они такие достаточные деньги, что это... там ни в чём себе не отказывать. Вот. И, там, едете на год, там, контракт подписываете. Например, там... Кардинально можешь жизнь поменять. Да, это обычно как раз для людей старше 25 лет, как раз, которые имеют какой-то опыт и профессиональные навыки, там, знают язык, ну, английский, прежде всего. Желательно ещё иметь второй запасной. Ну, такой... Конкурс там большой, прежде всего, там, потому что вы соперничаете за это место, там, Доброльс, там, ООН, там, со всеми жителями планеты, там, из Оксфорда, там, из Гарварда, они тоже хотят, им это нравится. Вот. Но в России сейчас есть такая программа от Министерства иностранных дел, которые финансируют специальные вакансии. То есть, есть, например, там, 40 вакансий, которые... волонтёры ООН, которыми могут претендовать только граждане Российской Федерации. И вы конкурируете только в рамках Российской Федерации, потому что это оплачивается от Российского правительства. А-а, всё, я понял. Вот, да. То есть, это вам от государства всё это оплачивается. Про Фиджи я не фигурально сказал, то есть, вот, в рамках тех вот проектов, там, были, там, за... Замбези был, по-моему, там, ну, как раз, Нигерия, там, так далее, другие страны. И, например, была вакансия, там, руководители СММ-отдела, там, социальными сетями, ну, в рамках департамента коммуникации ООН на Фиджи. Ну, девушку туда одна поехала и мучает всех тем, что в Инстаграме выкладывают какая-то хорошо там. Вот. И уже шутили там, как же... Не только всех, но и меня лично, да. Там даже шутили, да, вот мы там с Илона Филимонова, это координатор был волонтёров, ООН в России, сейчас она координатор волонтёров ООН по странам Ближнего Востока, она сейчас в Турцию перевелась, вот, в Стамбуле, ну, и в том числе Россию, то есть, на повышение пошла. И она как раз шутила, что, ну, так некультурно показывать, что ты там только не работаешь, а только развлекаешься, там, на пляже, там, под фонтаном, то есть, по водопадам, там, и так далее. Выглядит, как будто ты не работаешь, на самом деле, вы же знаешь, что ты работаешь. Ну, а с другой стороны, люди посмотрят, смотивируют это их ещё больше, а там уже по месту разберётся. Ну, в общем... Маркетинг, да. Маркетинг, да. То есть, я поэтому сейчас и про это рассказываю. Да, 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 да. Та же самая история. Я же вам не говорю сейчас про какой-то сложный проект, там, где-нибудь в Киргизии, да? То есть, хотя тоже интересно. А, например? Ну, то есть, там направление, вообще, кто может отправляться, да? То есть, чаще всего требуется, вот, например, специалисты, например, как ни странно, в сельхозтехнологиях, там, специалисты в области, например, медицины, специалисты-инженеры, там, все те специалисты, которые могут понадобиться в разных областях применения программы развития ООН. Ну, например, в том числе, социальная коммуникация тоже, там, программа развития ООН включает некоторую работу. То есть, есть вот цель устойчивого развития ООН, то, может, там, интересно погуглить цель ЦУР, цель устойчивого развития. Это 17, там, целей, в рамках этих целей ещё определённые, там, подпункты. Например, там, борьба с бедностью, там, борьба за чистую воду. То есть, те цели, которые вот все государства, которые подписали в ООН, так что они согласны с этим развитием. Они готовы выделять на это деньги. Ну, Россия тоже, естественно, в это включена, она тоже выделяет на это средства. И вот, для решения этих проблем, как раз, используются волонтёры ООН. То есть, это, они приезжают в ту или иную страну, фактически, как руководители местной организации. То есть, они не просто там сами делают. Они приезжают, как вот, руководить местной организацией, там, волонтёрской, чтобы эту программу реализовывать. Ну, вот, то есть, такой, немножко начальники. Уже посложнее. Да, то есть, это, правда, такой high level. То есть, я вам расскажу, что вот по путешествиям, я сам, как бы, не был волонтёром ООН. Я был только волонтёром-исследователем. То есть, вот, я прошёл стажировку обучения, там, в Боне. Вот, у них там что-то квартира в Германии. И отправили меня обратно в Россию. Потому что, есть такая история, то, что волонтёром ООН нельзя быть в России, потому что Россия является страной-донором. Что значит? Сейчас объясню. Что сюда не могут приехать волонтёры. Потому что Россия так, страна, которая справляется своими проблемами хорошо. Самостоятельно. Так считается. Ну, да. Ну, это официальная позиция Российской Федерации. В том числе, например, европейские страны тоже самое. То есть, Евросоюз, как бы, тоже они страны-доноры. Зачем им волонтёры? Они, как бы, и Россия тоже является страной-донором, которая помогает другим странам, как бы, и деньгами, и волонтёрами из России. То есть, это к тому, что, типа, вот, зачем ехать за рубеж? Нам лучше своим, там, себя помочь. Это очень правильная политика, на самом деле. Вот есть такой пример, например, там, с проектом Виктория Валиковой из Уфы. Она приехала просто сама, как волонтёр, просто не ООН, просто сама приехала как турист автостопом из США в этот Гватемау, через Мексику. Там у нее две девочки проехали. Вот. И увидела она, сама врач, то, что там, высоко в горах, там, в Андах, там, индейцы майя, они, никаких медицинское, как бы, обслуживание мне предоставлено. Там их нету, да. Вот. И, соответственно, решила открыть там клинику. И собрала деньги, там, в России. Построила там клинику в Батемале, в горах, там, для индейцев майя. И там прилетают российские врачи, там лечат, как бы, этих индейцев. И это в Никарагуа она еще открыла вторую клинику, вот, и собрала средства. Блин, это здорово. И сначала, как бы, у местных, мы не понимаем, что от нас эти хотят русские. Что происходит? Они, наверное, короче, обманывают. А теперь, там, как бы, для них русские, это эти люди, которые им помогают. Все, это такой имидж для государства очень огромный. А, ну да, да. Вот, то есть, хотя это, вообще, абсолютно волонтерский проект, то есть, без какого государства. Поэтому, как бы, это логично, ехать куда-то в другие страны, помогать, это тоже хорошо. Это вы делаете хороший имидж, вы лицо, как бы, страны, народа, людей. Вот, это очень позитивный такой образ. Ну, опять же, если вы приезжаете, там, из Казани, там, или, там, из Нижневартовска, в тот регион, который, там, не знает, где этот вообще город находится, у него появляется представление, что в Нижневартовске хорошие люди. Положительные люди, потому что такие делают добрые люди. Да, да, да. То есть, таким послом становитесь своего города, там, своего района, там, и так далее. То есть, своего региона. И вот, и рассказывать еще, опять же, это очень хороший культурный обмен, да, то, что в России живет, там, сотни народов разных. И, там, не все мы в школе, там, естественно, там, знаем все их, эти народы, всех обычаи, традиций, там, и так далее. И вот, в некоторых регионах, там, например, там, чисто русских, вообще понятия не имеют, там, что есть татары и башкиры, и антрируют, там, что может быть так. Ну, мне кажется, вообще знают. Вот, что они, какие-то странные люди вообще. Ну, я так шучу, потому что это сам из Тарстана. Да, да, да. И сталкивался с этим, там, там, какой-то области, там, такое, это, что, как бы, они, наверное, вообще на лошадях по городам ходят, там, и так далее. Ну, они же, там, кочевники. Вот. Вот такие стереотипы существуют даже внутри нашей страны, да. Ну, не без них, не без них. Да, и это, как бы, помогает, это, я думаю, считаю, что это объединяет страну, в том числе, узнавая друг друга, рассказывать, что, вот, на самом деле, и люди обменениваются культурой. Когда еще из разных регионов приезжают в одно место, они прям тоже между собой общаются, понимают, заводят друзей, семьи. Семьи? Конечно, появляются тоже, да, в таких проектах, это нормально. Ну, люди, как... Романтика. Романтика, конечно, там, пози, звезды, вот, все вокруг сверчки, вот. Я понимаю, зачем вы ездите на Роскомпе. Ну, я уже отъездился на Роскомпе. А, да? У вас семья? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Вот. Ну, это, к тому, что это действительно нормальная история, романтика. Ну, в общем, мы объединяем романтиков, я считаю, тоже у нас... Да, огромная миссия. Вот. Есть такое направление романтическое, так скажем, в хорошем смысле. Вот. Люди, которые... Ну, это как раньше строили, там, бамовцы ехали, не только за деньгами же, например, да, там... Ну, как к нам сюда, на север все ехали, там, в тот же Нижний Вартус. Да, да, да. Не только за деньгами, а потому, чтобы романтика что-то новое создавать, что-то делать своими руками. Да, да, да. Так вот у нас путешественники, как бы, чтобы вот не просто в офисе, там, всю жизнь привезти, а то, чтобы чувствовать, что от твоих рук что-то создалось, что-то появилось, что-то сделать, что-то полезное. Ну, даже если ты корову подоил. Вот. Ну, это... Когда ты никогда не доил. Да, это как бы сразу, потому что, когда ты там программный код пишешь, то непонятно, что произошло, да. А тут, как бы, ты видишь результат своего труда. Вот во многом так люди и ездят, чтобы почувствовать результат своего труда, там, или научиться новой профессии. Например, на ферму, бывает, люди приезжают для того, чтобы, как бы, вот, ну, подумали, может быть, заняться фермерским хозяйством, как-то страшно сразу, там, заводить животных. Ну, конечно. А тут попробовали, посмотрели, понравилось их, это не их, то есть, там, и открыли свои фермы. У нас есть такие истории. Да. Да, приехали там на козью ферму, понравилось, открыли свою, создали. То есть, тоже, вот, такое вливание в экономику, то есть. Вот, или там, например, часто у нас есть история, люди, там, там, родители берут, там, своих детей и просят поехать с детьми, там, на проекты, там, особенно экологически, как вы говорите, да, природные парки, там, заповедники, или, там, например, ферма. Вот, потому что, говорят, у меня ребенок всю жизнь в городе вырос, он не знает, как картошка растет. Ну, да. Дачи, когда нет, там, бабушки нет, там, в деревне, домика в деревне нет, как бы, вот, вывезти, говорит, на природу, чтобы он трудом позанимался, понял, каково это физический труд на свежем воздухе. Ну, это полезно. Как это устроено все, как это работает, его понимал, то есть, какое-то культурное образование получил, в том числе, такое, срекло-хозяйственное. Поэтому тоже для этого используют, то есть, ну, причин позитивных много, людей, почему ехать, тоже много разных причин. Так, все позитив, я понял, я сам загорелся. Ага. Были ли какие-то случаи, истории, что кто-то поехал, не вернулся, ну, смотри. Медведь съели. Да, да, ну, или что такое, есть что-нибудь из опыта, даже не то, что негативный, нет, а какой-то вот, ну. Ну, понятно, да, смотрите, да, мы всегда говорим своим путешественникам, в курсе у нас есть видеокурс для волонтеров, для гудсерферов, так называемых, там, 5 роликов по 8 минут всем, кто загорелся посмотреть, где объясняем, как правильно поступать. Например, что нужно с организатором списаться, потому что есть часто, бывает, ну, не часто, бывает момент, когда люди в себя представляют одно, а увидят другое. Ожидание реально, чтобы не разошлись. Поэтому всегда смотрите фотографии, просите присылать фотографии побольше, если у вас есть какие-то сомнения. Например, ну, классическая история, что некоторые там едут и думают, что туалет будет как ватер-клазет, все в доме, оказывается, что на улице, как бы. Как, 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 как нормально в силе. Да. Вот, да. И некоторые это шокируют, например. А, это без волна. Ну, если он еще не первый раз его увидит, мне кажется, это старается в 30 лет. Вот, бывает такое. Бывает такое. Поэтому мы говорим, что давайте вы узнавайте подробности, как бы, про все свои условия. То есть, как бы, там, в 32 года тяжело уже перестраиваться в позе орла, да? Поэтому узнавайте подробности такие, чтобы у вас не было каких-то неожиданностей. Детали, детали. Что там дом, например, оказывается деревенский, там дырка в потолке. Ну, как бы, мы не можем проверить это заранее, как бы, поэтому вы сами узнавайте. Ну, это, конечно, нормально. Вы должны об этом знать, как бы, спросите. Вот. Позвоните, насколько адекватный человек. Есть, например, там, люди со своим, там, стереотипами, там, поведением, что, например, там, городские все, там, извиняюсь, там, проститутки, короче, да? Там, они должны платье в пол, там, все остальное. То есть, как бы, он свое мировоззрение, что, вот, что, вот, такой вот должен быть дресс-код такой. У нас есть такие проекты. А вы, там, в бикини с коровами. Да, да. Да, да. Они не поймут, у вас будет конфликт. Это так здорово. Вот, как бы, поэтому нужно, вот, понимать, с кем вы общаетесь. У всех разные представления, да? Люди разные. Поэтому мы говорим, что узнавать. Ну, мы все, курсы для организаторов у нас есть, как принимать, что, вот, вы должны сразу поставить и рассказать, какие у вас есть впечатления. И ту, и ту сторону примерно сводите, чтобы они, как бы, стыковались. Да, 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 чтобы было меньше. Ну, просто люди все разные, поэтому, как вы говорите, такие вот в истории появляются, да? А самый, может, отзыв есть какой-нибудь самый интересный? Ну. Мне кажется, отзывов много, может быть. Ну, есть разные отзывы, там, бывает, если, говорит, негативный, там был отзыв, например, то, что женщина писала, он неправильно воспитывает своих детей, там, потому что, ну, ну, вот, как бы, типа, она так считала, что, как бы, ну, неправильно приводит примеры, то есть, вот, говорит, ну, фермер, там, такие, ну, Ну, это, да. Да, как бы, что-то. Тут, тут, как бы, ничего не скажешь. То есть, потому что, типа, он, там, учит их, там, убивать кур. Ну. Вот, нехороший человек. Так он и хочет кушать, жить. Ну, да, вот видите, разное мировоззрение сталкивается. Да, 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 да. Такой отзыв, он такие, ну, ладно. Что, как, как, как реагировать, да? Ну, там есть возможность организатору ответить, ну, организатору, отпишите ответ, что вы считаете по этому поводу, да? Ну, это же все публично, как бы. А, ну, вы так нейтральненько. Да, то есть, этот, ну. Мы просто нас ввели. Да, то есть, ну, окей. Вот. То есть, это, как бы, мы не можем за это наказывать кого-то. Ну, да. Ну, бывает такое, это нормально. Вы имеете право свою, там, точку зрения оставить в отзыве. То есть, либо, там, отзывы, там, есть, ну, отзыв был, типа, что я отсюда до сих пор не уехал, потому что мне так понравилось, и мы, там, я здесь живу уже год, там. Это, мне кажется, лучше отзыва, да? И, либо, там, отзывы, там, были то, что я потерял много денег, потому что я три раза сдавал билеты, потому что я не могу отсюда уехать, как бы, из Камчатки, например. Все как бы хочет, но не может. Да, берет билеты, говорит, типа, это, тут, даже у нас в видео есть история. Я думаю, ну, я думал, приеду на месяц, как бы, нормально, как бы, что-то месяц прошло, значит, как, что уезжать-то, как бы, еще сдал билеты, еще через месяц. Потом, что-то еще вот, еще можно-то? Так вот, короче. сдают билеты, что можно подольше остаться. По поводу каких-то пропал, надо быть с пониманием того, что бывает дикая природа. Нужно понимать, куда едете. Например, та же самая Камчатка, там много медведей. Мы читаем новости, например, там загрызли медведей волонтером. Мы такие, так сразу наш. Нет, не наш, ну ладно. Нет, не наш, хрен с ним. Ну не хрен с ним? Ответственности бы не принесли. Так, с родичьим вы верёте, кто ехал туда, приехал количественные. Именно на Камчатку отдельно надо этот график поставить. Эту историю привожу всегда, рассказываю. Почему, чтобы было понимание, что всё серьёзно? Здесь нужно к природе иметь отношение такое, что это... У нас в леса по городу медведи ходят, поэтому мы более-менее... Ну, привыкшие, да, ну подкармливайте, наверное, их там. Ну, они сами. Ну, на мусорку, как всегда, короче. Вот, щедрая душа России. Ну, а так бы я, блин. Это, ну, есть такие нюансы, понятно, что мы про это просто говорим. Это правильно, да, чтобы человек понимал. Мы не то, что пугаем, но как бы немножко запугиваем, с одной стороны, чтобы было такое-то... Лучше он лишний раз подумает, чем потом не весь вернётся. Потому что, ну, там есть такая история. Мы хотим вас предупредить, у нас маленький нюанс. Какой? У нас медведи ходят за домом. Вот поэтому рассказывают, типа, бывает волонтеров, медведи съедают. Как бы будьте внимательны, да. Но с улыбкой. Ну, а как бы случается, то есть с улыбкой, потому что нужно жизни позитивно относиться. Вот, но вы будьте внимательны, поэтому про это и говорим. Не замалчиваем. Что нужно быть в... Это другая среда. Вот, природа. Россия суровая страна. То есть это вот... Бывало у нас с волонтёрами на проекте, помню, с иностранцами международным. Мы были там в Красноярском крае, то есть довольно так вот в районе там ближе к Хакасии, туда вот туда. Довольно глухие тайга там. И у нас там лагеря там... Ребята там, волонтёры говорят, ну, сейчас пойдём погуляем. Я говорю, куда вы там пойдёте? Там вот сейчас через 10 метров тайга, через 100 метров такая же, через километр такая же, а через 100 метров такая же. Ничего не изменится. Вот. Вообще, как бы, тут вот речка, вот... Вот твой уголочек. Ну, там, мы вместе в группу поедем там на сопки, там, у нас есть программа, да, то есть там и так далее. Ну, я сам был тоже там как волонтёр. Вот мы копали там вот этот Козаукурагин проект. Ну, не надо. И ребят такие немки. Да ладно, у нас есть национальные парки, как бы, в Германии. Да, мы гуляли там, как бы, нормально, да, мы туристы опытные. Они такие, ну... А как часто у вас медведи едят людей в Германии? А у нас бывает, как бы, в тайге, как бы, не стоит. Как бы, там они реально есть. Как бы, это не эфемизм, то, что в России медведи везде гуляют. В тайге они есть. Вот. И как бы не надо гулять просто так там. Забудешь ещё. Ну, дай бог, чтобы все вернулись. Да, ну, это так вот спросили, как бы я ответил, да? Ну, это к тому, что всё серьёзно, но это так уж, естественно, с долей юмора мы говорим. Ну, это нормально, ну, а потому что по-другому никак к этому нельзя относиться. Я хочу поблагодарить, что пришли. Спасибо вам, что позвали. Крутая энергетика. Я сегодня, не знаю, вечером точно сяду гуглить. Ну, потому что мне очень захотелось. Гуд серфить. Да, гуд серфить. Я везде ссылочки на вас размещу. Спасибо, да. Спасибо за энергетику, за настроение. За эту, самое главное, за эту информацию, которую мы не знали, и теперь мы её все узнаем. Ну, и все будем писать. Ну, давайте встретимся в 9 путешествиях со смыслом. Спасибо.